Короче, мы возле дороги, в которой нам надо перебежать. Уже два раза. Друзья, значит, мы прибыли на нашу первую локацию. Отель недалеко от зоны. Прикольный отельчик. Я внутри еще не был, но очень нравится его территория. Сейчас вам покажу несколько здесь интересных моментов. Сейчас разгружаем машину и ложимся спать, чтобы проснуться среди ночи. Вот такие здесь, видите, телега. Здесь курятник на территории. Написано злые бджолы. Бочечка вот такая вот. Транспорт какой-то стоит. Здесь вот такие вот огромные столы, лавочки, завалинки. Знаете, все в таком стиле. Вот такая вот телега. Реально, наверное, со времен как раз 1986 года. Вот такой вот жопер стоит на больших колесах. Еще я там видел что-то похожее на карету. Вот такая красота, видите. Парни начинают выгружаться. Ребята, вот такой красавчик. С коляской. К сожалению, сцепление уже ничего не работает. Обалдеть. Эх, газ у нас тоже не работает. Бензобак, бензин немножечко вытек через дырочку. Вот. Заводная ножка есть. О, цилиндр крутится, ребят. Ой, класс. Столетний дрыкал. Дрыкалку. Супер. Лексус. Короче, утро, ребята, выход. Все? Тарас с нами. Привет, Тарас. Как оттенем? Доброе утро. Кайфанем. Сейчас кайфанем. Дорога. 11. Туда даже горизонтально. 4 градуса. Горизонтально надо? Конечно, это для столицы. Стало и банкал. Пробираемся, ребята. Мы в зоне. Вошли. Посмотрите, что здесь происходит. Вот так приходится перебираться. Оператор, ты готов? Да. Ребятушки, это вам не верит. Здесь надо выносливость. Здесь надо раздеваться. Тарас. Тарас, где из этих точек ты был? На сосках. Здесь был, сюда дошел. Арчем, Арчем, ты докуда дошел? Покажи. Вот тут, почти вот тут вот. Красавцы. На пузе Тараса тасывался. Красавцы. Выше пупка, да? Погнали. Давай, Тарас. Сейчас померю яблочки. Короче, можно кушать, ребята. Здесь вообще чисто. Будем сябли. Да. Вот, кстати, можно проверить яблоко. Что там сядется? Ну, 0,15. Шикарно. Так ешь. Буду. Вышли на тропу, которая должна быть тропой. Но ее, обратите внимание, бревна сложены. Короче, ее трактором перекопали. Теперь идем. Просто мягкая. Ноги зарываются. Ноги промокли. Буду сейчас переобувать ботинки. Как она в роли клиента? Приятно очень в роли клиента. Не хочешь позадолбать? Вопрос. Ну вот спрашивай, что у нас будет на программе. Приходим и что? Самое негативное. Ждем в здании? Для начала нам надо дойти километров 25. У нас еще река будет. Нам нужно ее перейти. Переплить. Мы придем поближе к дуге и дождемся темноты. Потом пойдем в военный городок и заселимся в квартиру. А, то есть мы после дуги будем заселяться или как? Нет. Мы подойдем к дуге. И будем лежать в кусты и будем лежать? Ну, мы... Ты можешь лежать в кустах. А ты где? А я буду в квартире. У меня 73-я. Мы на крыше здания. Дома. Бензокруг. А потом, когда стемнеет, пойдем в военный городок. И заселимся в квартиру. Мы будем отдыхать. На рассвете поднимемся на дугу. Ты не такой. Ну, это очень непросто будет сделать. Что, подняться на дугу? Дойти до военного городка. Так, 25 еще осталось? Ну, где-то около 25. Вот если не будет каких-то форс-мажоров. Потому что в прошлый раз у нас с Димой по плану было 28. А получилось 35. А кто-то трекает? Да, я трекаю. Машина. Такое движение, как в городе. Сидит, смотри. Пошли. 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 перебежали дорогу только что свернули вот на просеку здесь такой прямо лесоповал движемся в сторону дуги трасса у нас вот здесь вот 500 метров с правой стороны сейчас мы свернем в лес и будет наш первый завтрак я мерил три раза радиацию друзья меньше чем в городе то есть по утверждениям ее здесь нет это только в припяти здесь вообще чисто ребята на полпути на полпути нам уже маша чтобы не растягивались мы узнали что один из наших наших соратников молдаванин и оказывается мирно то что молдаванин ты говорил давно суть в том что с нас в случае алярма штраф 700 грешек а с нее депортация выпровождение допрос с был дежит донецк короче вплоть до того что запрет на въезд ну теперь сказала что живой не сдастся 730 наш первый привал все собираются кушать сейчас покажу вам что там дима мы бы мы это будем есть ты меня не обманывать я показал как яблоко ем покажи как все делают обзоры дима делает кухню у нас вот ребята туристическая еда у тараса там целая кухня борщ зажарка кстати да баллончик я брал для клещей не пользовался им еще надо все горелочки просто он экологически чистый мухомор нужно кушать видишь класс огромный по сравнению сейчас сделаю селфи мы покушали плотно сейчас ровно 900 выдвинулись в сторону дуги по направлению идем сейчас по такой просеке никогда не думал что идти по ровной дороге это такое удовольствие потому что после трактором прогрейдены перемолотой песчаной норой это ужас ноги не слушаются идешь все время тебя подворачивается щиколотка значит первый мой обзор экипа я вам уже показывал как я ее на рынке мерил показывал вам уже в ее когда я собирал на столе значит друзья хорошо что я послушался димона и взял с собой обычные педали которые можно убить обычные кроссовки я взял их покрасил кремом для обуви черным все закрасил все оранжевые полоски чтобы они не бросались костюм продуманный очень по цвету под местность тарас а вот этот человек который с которым сейчас вас познакомлю он самый палевный здесь педали у него посмотрите с оранжевыми вставками тарас у нас я покажу вам его youtube канал так и называется тарас поздний ну в общем от себя знакомы мы с тарасом недавно познакомились мы с ним в днепропетровске как только они приехали с эвреста а тарас представитель фирмы кулуар правильно и он больной на голову в прямом смысле потому что он хочет подняться на все 14 правильно сказал 14 восьмитысячников я вообще не понимаю как можно добровольно еще платя за это деньги большие большие деньги до сказать да но тарас настолько заразился вон больной как и я я тоже очень хотел бесплатно играть в пинбол допустим что дошел до мастера спорта стал тренировать команды а тарас тоже на сколько бы денег но как конечно но я хотел это мое удовольствие и я хотел не платить за него у тараса та же самая болезнь он ради этого ударился в туры правильно проводит по горам ходы восхождения вот ну я думаю вы у него на канале все это посмотрите я обязательно ссылочку прикреплю вот единственно плюс в нашей дружбе уже налицо это то что тарас мне собрал компактный рюкзак то есть он полностью знает где какая лямка что делает куда лучше положить что как то есть уже его опыт как бы дает результаты ты первый раз чернобыль первый раз да я понял прикольно мне нравится атмосфера очень прикольно я уже встречал за такими походами а тут все так надо все скрытно делать но пока месть кроме такого адреналина стрёма что нас могут поймать я еще не увидел таки новый мог мог и дрова в лесу уже необычный у нас бы уже это в 1 чебрец растет в общем здесь очень много дикой растительности и вот это вот поляна укрытая папоротниками и мхом пока меня как бы больше всего так удивило но я думаю мы сейчас еще у них это животных раздолбанный участок там где уже проходной двор дорога по которой машину чем больше чем в городе ездит поле по которому но дорога вообще шикарная поле то ужас вот к тарасу мы вернемся позднее я вас еще с ним обязательно познакомлю по поводу педали рассказал вам по поводу обуви теперь хочу рассказать по поводу вот этой куртки значит ребят показываю вам мне и опять же посоветовали это все видели хочу обязательно показать значит вот так она выглядит внутри и здесь есть вот эти вот вставки флиса но вот рукава такое ощущение что здесь полу просто плащевка на самом деле я пять раз переспросил замерзну не замерз как что и у этой одежды сразу могу сказать я смотрю на других моих ребят у них мокрые ноги у некоторых вот у нашего гида ниже колена мокрая мокрые штаны у меня вообще я сухой это круто второй момент у меня вот футболка она промокла я сильно вспотел когда мы особенно бежали когда перелазили когда шли по тонущим зыбучим пескам сели на привал смотрели какой муравейник пацаны ребята гляньте какая красота березовая роща чернобыльской сели на привал я начал подмерзать у меня с собой только футболки запасные труханые носки никаких ников ничего ведь у меня целый рюкзак его нести тяжело ну кстати димон выручил это рюкзак был на к-2 димон туда поднялся без кислорода именно штурмовал с этим рюкзаком поэтому я несу на себе уже историю это еще не весь отчет и обязательно хочу переночевать в этой одежде которая сначала вспотела у меня потом собственно я в ней ходил сейчас будем реку переходить как себя что поведет я вам обязательно еще несколько раз расскажу потому что я сами меня знаете не рекламирую то что мне не нравится поэтому пока мне нравится все панели выходим сейчас на открытую местность линии электропередач здесь также нужно быть аккуратно ров противопожарный как перед упали на щихи надо валить отсюда елочки молодые елочки ребята пишите в комментариях кому надо на новый год я могу сейчас привести оператор как он у тебя ты знаешь хорошо лучше намного чем в прошлый раз потому что просто раз я был не подготовлен не морально не технически был с какой-то камерой непонятной короче которая мне не нравилась очень а сейчас я прям кайфу и наслаждаюсь да от обуви от камеры все если мы сейчас пойдем прямо там нужно пойти по дороге переходить дорогу о переходить реку справа там беседки называются мусорские не в книге там нарисован поэтому мы сейчас пойдем через село и где-то в метрах 500 местах форсировать реку форсировать это что значит плыть кролем рюкзак на голову а если ты уже что-то выносишь это уже другая статья нам да как у меня вот говорили что нельзя брать и рыбалку браками шишки а что за статья тогда уже что это как она называется расхищение веток из заповедника там 5 не заповедника это вот именно связано с нарушением конечно хорошо можно закидывать ни в коем случае так давайте двигаем рассказали прикиньте так как в октябре в конце сентября у лосей здесь какой-то брачный игры брачный гон или как-то там правильно называется короче уже есть случаи нападения и реальной смерти человека лось забил рогами на смерть вот такая херня пробираемся сквозь завалы что-то войдут через основную калитку обратите внимание могилки ухоженные звезда война петро карлович вечная память вот есть могилки которые старые а это увидите реально кто-то приезжает вот вы видите цветы очень много обидно к сожалению деревья вот так вот прямо порушили загороди изгороди и опять же обратите внимание я туда не полезу вон в кустах я вижу цветы вообще свежие старая могилка есть прости меня господи если я наступил на чью-то могилку потому что некоторые кресты пропали я уже не могу идентифицировать всегда бабушка говорила когда мы детьми бегали пасочки собирали наступаешь на холмик перекрестись потому что может быть здесь похоронен кто-то и за ним уже не ухаживают есть такие кресты вот я сейчас иду обратите внимание вот стоит крест вот стоит железный крест уже холмика нет и лавочка далеко от него вот здесь вот лучше не ходить лучше обойти это сбоку потому что скорее всего здесь тоже кто-то похоронен свежая табличка нету ни годов жизни нет опознавательных знаков грабли в общем друзья не поймешь как обходить могилки иду примерно ориентируясь честно сказать я в таком месте впервые в жизни человек похоронен в восемьдесят пятом году за год до аварии причем обратите внимание фамилия тоже война как и у предыдущего детская могилка ребята ужас маленькая восемьдесят второго года захоронения в общем так я пошел за своими буду выходить ребята зрелище такое не очень приятно видели могилы которые ухаживают за ними те которые не ухаживают те которые есть совсем опустились уже есть те которые люди видать приезжают да а как ты говоришь сюда пропуск получают да то есть не сталкерами не в темную они официально здесь находим а как же они сюда подъезжают есть подъезд на автомобилях ну да смогла тут есть село они там где-то машины оставляют пешком ищем себе место для ночлега обязательно посмотрите на ролик который выйдет на моем канале и на канале дима семеренко у нас с собой оператор профессиональной который делает чума чечи видосы видите какие у него локации сейчас выберем себе дом где мы за ночью заброшенное здание какой-то на коровник не похоже чтобы двухэтажная все убита пожаром вот там вот горела сейчас ребята это первое моё здание в чернобыле не хочу хвастаться я здесь был два раза на экскурсиях в припяти ну ходил по зданиям естественно но это мое первое здание stalker котел сажа как его еще не вывезли толстостенный такой кормилка кормушка кошелка наши уже пошли вперед да ребята коровник коровник веники заготовлены листья везде валяются это что интересно с восемьдесят шестого года по идее представляете все увидели фильме что происходило с животными оставшимися вот такая разруха везде но кстати все кормушки целы остатки еды еще один дом идем тихо прислушиваясь потому что сказали что вычисляют те места где останавливались stalker и устраивают потом там засады поэтому надо быть осторожным здесь тоже поставляли свои аномалии люди носи неудобно как вы ребят с вами мы тебя потеряем печка вытяжка кто-то здесь ничего кто-то здесь кушал ребят первая моя находка в доме детская книжка пенок бенок колобок причем взяли в библиотеке а внутри состояние огонь кто приехал в книжку катит поезд чуть-чуть и кричит лечу-лечу о боже когда ты читаешь это ребята когда ты смотришь это конечно мурашками немножко проступили потому что представляю что в восемьдесят шестом году читал эту книжку ребенок и потом начались вот такие вот приключения еще есть газета газета правда 83 года и вот еще он ребята вижу репку книжка репка капец капец конечно здесь есть вот разные журналы искорка газеты отрывки поклажки кульки точно stalker здесь ночевали причем заклеил окно чтоб не было лишних может быть от блика телефона остаток счетчика здесь уже все разрушена ребята да жуть жуть жутко здесь у нас ребята такая кладулочка бочка стоит на входе деревянная бочка для зерна у моей бабули такое было еще одна бочка такой огромный ящик тут какие-то вот видите были абрикос орехи крысы все погрызли огромная металлическая бочка пустая и вот огромная бочка как на острове буяне окольцованная деревянная тоже уже все ребята дырки крыша валится приходят все дома в неводность скоро этого нельзя будет увидеть коса короче это сарай здесь тоже каких-то животных говна именно круглые напишите комната гляньте аж просто интересно то сюда заходит гадить выборча дельница ребят бутылки советские маленькие но это не с под молока наверно почему это ребят напишите вот такая бутылка мы возле сельского магазина сейчас посмотрим что здесь интересного кто-то попростреливал окна смотрите кто-то стрелял по окнам и счета пацаны уже здесь прилавки все завалены надо переводить пустой полностью несохраненный магазин а фанта почем она у вас здесь 3 50 плитка еще осталось на полу и все ну что гол вот смотри посмотри на дом на его состояние гривен просто целый стул стол ребята чей-то двор здесь тоже люди ночуют останавливается сейчас зайду внутрь сниму рюкзак тяжелый а ну тарасик дай пройду посмотрю это не стиральная машинка это для доверите на нет это не стиральная миг это крупоружка какая-то то сюда наверно или кукурузу вот этот жернов нет нет не каменный деревянный деревянный и тогда я не знаю обычно там должны быть заусенец и коры так нему ты понял или коры то не к нему друзья напишите в комментарии для чего вот эта штука крутится более такая ступа смотри класс полы сняли разобрали на нас металлоискателем искали золото бриллианты аккуратнее тарас смотри гвозди торчащие вот кто-то ночевал я даже по моему у кого-то даже книгу видишь да тоже книги здесь тоже можно остановиться ночевать единственно что говорят в этом селе очень сильно пасут сталкеров потому что их много торчат гвозди поснимали капец просто просто люди есть отморожены но что говорить разграбили все всю припять разграбили причем еще в 90-е годы и причем самое главное разграбили менты которые охраняли чтобы никто не грабила друзья если кто-то увидит свою надпись пишите я сегодня выпил сутрица это мой секрет всем доброе утро уже девять часов спали как убитую всю ночь нашли себе дом я вам показал чтобы было много кровати в котором мы остановились сейчас будем форсировать реку переходите и двигаться дальше мы пришли к реке стандартная . брода вот тут яма где-то у нас брод можно было сфере развивали можно было раньше перейти но там говорят какие-то ментовские сижи поэтому переходим здесь я думаю здесь надо переходить какая красотища ребята какая красотища когда природу никто не мучает просто нереально там вообще ниже по щиколотку короче сейчас будем здесь переходить класс не намочил даже трусы друзья переходим реку сегодня ночью был один градус машина показал ты как нашему на той стороне здесь мелко вода прозрачная красота просто очень красиво ребята течение сносит водичка просто кристально чисто угадайте что на дозиметре 0 просто 0 река позади команда готова сбору мы высушились оделись передохнули выдвигаемся дальше ребята